Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал. Новое покушение на Дональда Трампа. Проблемы в туристической сфере Израиля нарастают. Израиль — мировой лидер по производству дронов. США и Великобритания подтверждают приверженность безопасности Израиля. Михаил Ходорковский опроверг обвинения ФБК в том, что он скрывал информацию о преступлениях, связанных с покушением на Леонида Волкова. Немецкая газета Бильд сообщила, что Зеленский готов к частичному прекращению огня. Издание «Политика» разместило статью о том, что Нетаньягу серьезно болен, Израиль призывает африканских беженцев на службу в армии. Возвращение китайского шаттла «Шинлун» после длительной миссии. Израильтянина депортировали из Таиланда за неудачную шутку. В Канаде 13-летняя девочка ежедневно преодолевает путь до школы на серфинге. Конкурс на самую безобразную собаку мира. Уважаемые зрители! Служба новостей канала ИТОН ТВ горячо благодарит всех зрителей, которые ставят лайки, пишут комментарии и делают донаты. Это помогает нам работать и готовить для вас самые объективные и разнообразные выпуски новостей. Новое покушение на Дональда Трампа. Как сообщили поздно вечером в воскресенье 15 сентября, американский СМИ-инцидент произошел в 14 часов ровно по времени Флориды. В результате покушения кандидат в президента не пострадал. Это случилось во время игры в гольф. Внезапно шум раздался за пределами поля для гольфа, и до определенного момента существовали сомнения, был ли Трамп целью. Газета New York Times даже написала, что попытку покушения предприняли люди, не имеющие к бывшему президенту ни малейшего отношения. Неизвестному удалось скрыться на внедорожнике и его арестовали уже на территории другого округа. Личность его пока не раскрывается. Трампа вывезли в безопасное место. Очевидцы рассказывали, что его очень заботило, нет ли пострадавших. Нашлись свидетели, которые видели, что он просил дать ему возможность закончить игру в гольф. Сам Трамп отделался коротким комментарием, «Мы в хорошей форме и мы не сдадимся». Камала Харрис, вице-президент и соперник Трампа от демократической партии в борьбе за пост президента написала на своей странице в Твиттере. «Я получила обновленную информацию об этом случае. Я рада, что он в безопасности. Насилию нет места в Америке». У подозреваемого в покушении была найдена камера GoPro. Видимо, покушавшийся намеревался запечатлеть свое нападение. Издание «Политика» разместило статью о том, что Нетаньягу серьезно болен жаждой власти. Статья о том, что Нетаньягу сталкивается с серьезными политическими вызовами, подчеркивает, что его жажда власти и стремление сохранить политическую карьеру в Израиле оказались под угрозой. Премьер-министр Израиля долгое время балансировал на грани политического выживания. И сейчас его позиции ослабляются как внутренними, так и внешними факторами, пишет издание. Критика по поводу отсутствия четкого стратегического плана по газе и безопасности Израиля усиливается как внутри страны, так и на международной арене. Такие угрозы показывают, что несмотря на его выдающиеся политические навыки, Нетаньягу продолжает терять доверие среди своих соратников, что ставит под вопрос его способность руководить страной. Однако его болезненная жажда власти мешает ему трезво оценить ситуацию, считают журналисты Политико. В Израиле продолжают возникать сложности в туристической сфере из-за постоянных политических кризисов и напряженности в регионе. Несмотря на попытки восстановления туристического сектора после пандемии, международные конфликты и нестабильность в стране сдерживают туристический поток. Многие международные авиакомпании сократили количество рейсов, что также негативно влияет на туризм. Израиль стал ведущей страной в области разработки и производства дронов. Эти беспилотные летательные аппараты активно применяются в различных сферах. Израильский ВПК продолжает совершенствовать свои технологии, предлагая все более точные и эффективные дроны для работы в разных условиях. Министерства иностранных дел США и Великобритании выпустили совместное заявление, подтверждающее их приверженность безопасности Израиля в свете недавних ракетных атак со стороны хуситов. Обе страны призвали к снижению напряженности и осудили агрессивные действия против Израиля, подчеркивая, что продолжат поддерживать его обороноспособность и суверенитет. Михаил Ходорковский опроверг обвинения ФБК в том, что он скрывал информацию о преступлениях, связанных с покушением на Леонида Волкова. По словам Ходорковского, центр досье получил информацию, но не смог ее верифицировать, посчитав ее возможной провокацией. Он утверждает, что предложил информатору обратиться в полицию и проинформировал правоохранительные органы. Ходорковский призвал к официальному расследованию, а обвинения против Невзлина должны быть проверены в суде. Издание Билд сообщило, что Владимир Зеленский готов рассмотреть возможность локального прекращения огня на некоторых участках фронта и представить свою стратегию американским властям. Однако офис президента Украины категорически опроверг эти данные, назвав их фейком. Дмитрий Литвин, советник Зеленского, заявил, что Украина выступает против любой заморозки конфликта и продолжает настаивать на поддержке плана победы, а не капитуляции. Израиль призывает африканских беженцев на службу в армии. Согласно статье ОРЭЦ, Израиль предложил африканским беженцам легализацию их статуса в обмен на участие в военных действиях в Газе. По данным источников, Министерство обороны страны активно вербует мигрантов для выполнения военных задач. Такой шаг вызвал противоречивые мнения в обществе, некоторые видят в этом способ решения проблемы нелегальных мигрантов, другие – гуманитарную проблему и эксплуатацию уязвимых групп населения. Друзья, служба новостей канала ИТОН ТВ напоминает вам, что нужно ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Китайский космический шаттл Шэн Лун завершил длительную орбитальную миссию, во время которой на орбиту был выведен неизвестный объект. Длительность пребывания шаттла в космосе остается засекреченной, как и цель миссии. Ранее Китай не раз заявлял о своих амбициях в сфере космических технологий, стремясь догнать и перегнать ведущие космические державы. Молодой израильтянин был депортирован из Таиланда по весьма анекдотичной причине. Он написал шутку в своем паспорте, что нарушило местные законы. Этот случай вызвал активное обсуждение в СМИ, и теперь израильские туристы предупреждены о строгом соблюдении правил во время поездок в другие страны. В Канаде 13-летняя девочка ежедневно преодолевает путь до школы на серфинге. Это привлекло внимание СМИ. Она живет на небольшом острове, и каждый день, чтобы добраться до материка, ей приходится плыть около двух километров по океану. Местные жители отмечают ее решительность и выдержку, но также беспокоятся за ее безопасность из-за возможной встречи с медузами и другими морскими обитателями. Конкурс на самую безобразную собаку мира На ежегодном конкурсе в США победителем стал пекинес по кличке Уайлд Танк. Этот необычный конкурс проводится для повышения осведомленности о приютских животных и их необходимости в домах. В этом году среди участников были собаки с различными уникальными особенностями, но Уайлд Танк покорил всех своим специфическим внешним видом. Смотрите и слушайте новости на канале ИТОН ТВ. Это лучший канал новостей и аналитики для зрителей, которые умеют и любят думать. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал. Главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Израиль и мир. Чтобы не пропустить главные новости дня, отписывайтесь на наш канал.